Однако может показаться достаточно сложным научиться с самого начала на лиду видеть у себя стилистические ошибки. Однако в этом нам может помочь PyCharm и, допустим, консоль на утилита PEP8. Если вы используете с хедро разработки PyCharm, то стилистические ошибки PEP8 у вас будут подсвечиваться серым цветом. Также будет упоминание о том, что это PEP8 и какая это именно ошибка. В нашем случае у нас отступ не кратен 4. Мы понимаем, что вообще мы не правы в данной ситуации. Давайте все-таки сдвинем, сделаем отступ кратен 4. Затем мы должны сдвинуть return, потому что они должны быть на одном отступе со словом self. Затем мы увидим, что по PEP8 нам не хватает пробела после знака плюс присваивания. Мы сдвинем единичку на один пробел, у нас все станет хорошо. И затем мы, допустим, увидим, что по PEP8 нам не хватает пробела после запятой в определении функции init. Мы тоже поставим этот пробел и теперь у нас все станет совсем хорошо. Всю эту информацию мы могли узнать, запустить, допустим, консольную утилиту PEP8, которую можно установить с помощью pip install PEP8 на нашем файле generators.py. Он покажет, какие ошибки являются кратическими, которые следуют с E и затем в кодом ошибки. И какие ошибки являются такими предупреждениями, то что мы поставили пустую строку в конце файла, хотя она там не нужна. Здесь мы увидим, что у нас не хватает пробелов, что у нас плохие отступы, снова не хватает пробелов и снова плохие отступы. Нужно уметь находить глазами стилистические ошибки в своем коде, однако если просто глаза подводят, то можно воспользоваться, например, пайчармом или консольной утилитой PEP8. Я считаю, что нужно как можно раньше начинать уделять внимание стилю своего программирования, потому что плохие привычки и их достаточно сложно искоренить. Следуйте PEP8.